Эксперимент останавливает. Весь эксперимент снимается на камеру. В эксперименте участвуют два группы грызунов. Это группа контроля и группа подверженных внешнему воздействию. И тест проводится в два этапа, фиксированные дни до облучения и 30-е и 90-е дни после облучения. Каждое лабораторное животное тестируется каждые из этих пяти дней три раза. Пускать воду в трех разных секторах бассейна, визуально разделено на четыре части. В одной из них находится неподвижная платформа. А, и забыла сказать, что эксперимент, результаты которого были нам предоставлены из ЛРБ для этой работы, проводился на лабораторных грызунах, которые были подвержены воздействию ионизирующего излучения. Фиксируется общая дистанция, скорость, время пребывания в воде и траектория движения животного, что очень важный показатель различных проявлений когнитивных функций млекопитающего. Само собой разумеется, что траектории будут повторяться. Грызун не может выбрать путь в воде, но выявлена зависимость. Интактная крыса чаще находит платформу почти целенаправленно, а имеющая отклонение грызун чаще движется почти хаотично. И поэтому очень важно получение траектории движения и особенно его распознавания, то есть классификация. Во время эксперимента снимается видео, нет траекторий. И есть программы, которые после обработки видеоматериала выдают траектории, но это или коммерческие, или уже недоступные для российского пользователя. А доступные программы, которые есть, большинство из них выдают траектории плохого качества. И необходима отечественная разработка. И задачи, которые были поставлены, это разработка алгоритма для построения траектории, создание веб-сервиса для аннотирования набора данных и для классификации траекторий. Разработка алгоритма для трекинга и построения траекторий мы основаны на алгоритмах компьютерного зрения. И какие сложности перед нами встали? Это для каждого видеоэксперимента разные условия. Это отблеск воды, подвижный фон, освещение, размер лабораторного животного. Ещё и определение начала движения лабораторного животного. Это, как вы спрашивали, рука экспериментатора движется на первых кадрах эксперимента. И проблемы с детектированием движущихся объектов. Разрабатывалось несколько алгоритмов, на каждом этапе из которых проводилось тестирование по имеющимся набору соответствующих данных. Для разметки поля установки проб были разные алгоритмы извлечения фона, медианные. Самое эффективное оказалось построение медианного изображения. Использовалось несколько видов фильтрации с помощью преобразования хаффа. Получили внешнюю границу бассейна, внутреннюю границу получили из геометических соотношений бассейна, а платформу по максимуму нетосильности. Также надо было решать задачу трекинга. На этом этапе работы несколько проблем возникли. Это рука двигается во время видеосъемки, низкий контраст животного на фоне забеленной поверхности воды. И мышка может плавать очень близко к бортику, может нырять в воду, то есть объект может теряться. Для этого мы использовали разные алгоритмы фильтрации, бинаризации, поиска контуров самой мышки. Но для ряда задач все равно возникали очень много помех, и поэтому сделали локальный трекинг. По первым кадрам детектируется объект. Исходя из того, что мышка плавает с конечной скоростью, мы определяем локальную область в точке центра масс объектов, в которой детектируется объект на следующем кадре. И в этом случае удается минимизировать внешние помехи. Ну и в конечном итоге мы уже получили траекторию движения экспериментального животного. И нам оставалось на разработанный алгоритм перенести в Streamlit и получили инструментарий для набора данных, с помощью которого экспериментатор получает не только траектории, а может еще и удостовериться правильности определяемых траекторий. И там есть опции, которые, вот видео на правой стороне слайда, которые ускоряют или замедляют воспроизведение видео. И мы получили все это, и сейчас уже задача классификации. Наши коллеги из ЛРБ предложили взять за основу классификацию с восьми классами, первые четыре из которых гиппокамзависимые, а последние имеют иные механизмы реализации. Вы видите классификацию, которую мы уже создали с нашим набором данных. И первые результаты по этой задаче были представлены на прошлогоднем конференции РУДН. Наиболее подходящей для решения таких задач нейросетевой архитектурой является сверточная нейронная сеть. И наш датасет имеет несколько недостатков. Он является достаточно маленьким набором, существенный дисбаланс классов. Мелкие и короткие траектории могут не быть детектированы, и траектории различных классов очень похожи друг на друга и негативно влияют на качество моделей. Ну, сразу скажу, что необходимы новые эксперименты, экспериментальные данные, потому что у нас всего 450 видеофайлов, и мы с надеждой ждем новых экспериментов. И входные изображения приводились к одноканальным градациях серого, размера 48 на 48 пикселей, пробовали операции бинаризации, расширение изображения, нормализация значения пикселей. И работы пока ведутся в этом направлении. Надеемся в скором будущем разработать эту часть функционала веб-сервиса и дополнить. В конце хочу подвести наши итоги. Разработан и протестирован алгоритм для задач трекинга и нахождения характеристик траектории относительно элементов тест-системы для более чем 450 экспериментальных данных. Разработан веб-сервис для аннотирования набора данных и разрабатывается функционал веб-сервиса на базе нейросетевого подхода для классификации траекторий движения. И спасибо за внимание. Большое спасибо. У меня есть вопрос. Можете, пожалуйста, перещелкнуть на слайд, где у вас 8 траекторий? Вот эти вот 8 траекторий. Если я правильно понимаю, траектория внутри, то есть когда мы храним вот эту траекторию в компьютере, ее можно представить бинарным изображением. То есть там, где нет траектории, там, грубо говоря, ноль, а там, где есть, 255. То есть такое вот черно-белое изображение, ровно как оно здесь изображено. Ага, да, конечно. Да. Да, вот есть очень глупое такое предположение. Вот такими задачами, то есть такие задачи решает нейронная сеть Хопфилда. Ее, это такая, ну, наверное, одна из первых нейронных сетей. И вот как раз в нее записывают образы. Вот у вас здесь образов, по большому счету, 8 штук. Вот. И дальше итерационно. Там достаточно простой алгоритм. У него, конечно, есть недостатки. Но итерационно эта штука сходится к одному из тех образов, которые записывались. То есть нейронная сеть Хопфилда, но она может, например, вот буковки от, как это, отклассифицировать. Вот. Вы здесь нейронную сеть Хопфилда не пробовали применять? Просто мне кажется, что набор данных подготовлен, как бы, в общем, что он для нее очень хорошо подходит. Может быть, это даже не к вам вопрос, а вообще ко всем, так сказать, причастным. Спасибо за замечание. Мы попробуем. И я хотела сказать еще про наш датасет. Сначала мы получали только изображение траектории именно и платформы. А потом поняли, что нейронная сеть очень плохо различает. Для этого сделали сегментацию бассейна, сам бассейн. И начало, и конец траектории. Ну, работы ведутся. Мы все время пытаемся найти лучшие подходы для решения этой задачи. Попробуем и вашу нейронную сетью. С приложенным вами нейронную сетью. Спасибо. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Если позволите, у меня еще вопрос. А каких показателей точности удалось достигнуть? 86 лет. Можно я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что из-за того, что некоторые классы представлены очень маленьким набором, поэтому мы пока говорим там, ну, 86, да, то есть точность. Но не очень, короче говоря, пока. Поэтому мы и пробуем различные варианты. То есть не представляем конечный результат пока. Для некоторых типов траекторий мало данных, просто очень мало по классам, если вы делите. И там вот еще кто-то тебе не сказал, то есть там, например, прямой путь, прямой поиск, да. Если вы посмотрите, то у нас еще есть один подход, это использование машинного обучения для этих целей. Дело все в том, что вообще-то это можно построить на ряде правил. Когда классифицируют люди, ну, условно, там, другими алгоритмами, потому что для водного лабиринта Морриса разрабатывается несколько программных продуктов, то там, например, идет по скорости, по пересечению, соответственно, или пребывание времени в соответствующих квадрантах, углы относительно, ну, грубо говоря, осей абсциссы ординат, ну, и многие другие показатели и угловые характеристики, которые используются, ну, в таком вот более глобальном наборе правил. То есть, в общем, и там есть куда еще развернуться и какие алгоритмы применить. Так, все. Большое спасибо. Так, еще вопросы? Кажется, вопросов больше нет. Тогда большое спасибо. И мы переходим к следующему докладу. Егор Волков к вопросу о разработке интерпретируемого программного решения для диагностики ретинобластомы. Так, Егор Волков, а вы здесь? Подайте, пожалуйста, голос, если вы здесь. Так. Среди участников я не вижу. Так, давайте тогда пропустим. Вдруг человек вернется попозже. Так, у нас следующий доклад. От Мухаммед Аламин Ясин. Комперативный аналисис of LLM. Респонсер-этикал, офэнсив, и биэст промс. Да, здравствуйте. Минуточка. Да, здравствуйте. А вы на каком языке будете докладывать? На русском? На русском, да. А, на русском, да. Хорошо. 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 Вам видно, да? Да, видно. Здравствуйте. Сегодня я буду рассказывать про LLM, в общем, и про, собственно, свой датасет. И у меня тема статьи называется Comparative Analysis of Large Language Models, Responses to Ethical, Offensive, and Bi-Star Prompts. Начиная с интродукции в LLM. Ну, LLM – это сокращение слова «большие языковые модели». Large Language Models стоят на переднем крае искусственного интеллекта в понимании и генерации текста, похожего на человеческий. Появление моделей, такие как ChGPT от OpenAI не только показывает практическое применение LLM, но и их потенциал кардинально преобразит широкий спектр задач от составления электронных бисм до генерации статьи и программного кода. LLM доказывает свою универсальность, как инструменты, способные помогать людям в решении все более сложных и творческих задач. На этом слайде видим, собственно, разные датасеты и разные модели. В этом слайде в исследованиях LLM-набор данных датасеты играют ключевую роль широко классифицировать на обучающую и оценивание датасет, то есть на тренинг и эволюэйшн датасет. Известные примеры, такие как GSM 8K или Human Evaluation или Software Bench, такие датасеты, например, самые известные, самые последние Software Bench, где через него появился самая последняя модель Devon, который пишет программы как Software Engineer. Вот. И они служат конкретным целом от бенчмаркинга производительности модели до тонкой настройки для специализованных задач. Ну, проблема с популярными наборами данных, на самом деле, по мере того, как эти наборы данных становятся более популярными в индустрии, наблюдается, расширяются тенденции среди компаний специально настроить свои модели для того, чтобы подошли вот этим датасетом. Эта практика проводит к моделям, оптимизированным для набора данных, специально для набора данных этих, а не для общего применения применения в реальном мире. нашей статье взяла там наша работа, это мы взяли датасет бенчмарк и сделали чуть-чуть там enhancements на датасет. наше исследование подрабатывало набор данных бенчмарк, safety bench, специально это, который китайские, китайцы, ученые сделали этот датасет, и специально разработали его для оценки этических отзывчивости больших языковых моделей. Используя набор данных safety bench, мы внесли несколько изменений, чтобы уличить и чтобы получили лучше соответствовать нашим целям, повышая актуальность набора данных для исследования безопасности. такие как, например, анитация не анитирована лейбельс, например, набор данных safety bench, хотя и обширный, но не содержащие анитации, они были private только для авторов, которые критически важны для оценки моделей. Несмотря на попытки сотрудничества с оригинальными авторами данных, мы провели всесторонний процесс ручной анитации. А второй подход, потом мы сделали фокус на критические категории, такие как оскребительность, справедливость и предвиженность, этика и мораль. Этот фокус был реализован через вопросы да и нет, бинарная классификация, облегчая прямой и эффективный метод оценки проведения ЛЛМ и их этической ориентации. И потом обеспечения культурной реализованности и контекста. То есть чуть-чуть адектировали промцы, потому что китайцы ученые написали специально для китайских моделей. При этом универсальные модели, такие как CHGBT, ответил в большинство случаев неправильно на тот промпт, поэтому пришлось их редактировать. И уточнение промптов для ясности. Тоже там были случаи, где промпты неправильно написаны на английском языке, при этом модель не понял, что от него нужен или что за промпт. И введение новых промптов. В основном наше исследование использует фреймворк Langchain для проведения комплексной оценки наиболее выходящих больших языковых моделей в индустрии ИИ. Этот подход позволяет детально сравнить модели, такие как CHGBT, стандартная версия, не CHGBT 4, Palm и Gemini с учетом различных этических соображений. Потом у нас влияние и применение уличения производительность LLM с помощью этических набор данных, интеграция всех тронных набор данных с этическим фокусом в оценку и разработку больших языков их моделей играет ключевую роль в повышении их общей эффективности, оправдая стратегии строгих тестов LLM на широкий спектр этических соображений. Мы создаем основу для моделей, которые не только техническими компонентами, но и согласаются с общественными ценностями и нормами. Мы можем видеть, что они могут управлять сложными задачами, и у них тоже точность, беглость и согласованность. Они правильно понимают все языки, неважно, иностранный язык или обучалась ли модель на этот язык или нет. Они сами могут ответить на эти вопросы. Потом анализ результатов. Взгляд на графики Palm превосходит остальные модели. Изучая графики на экране, мы видим, что модель Palm показывала лучшие результаты среди всех выбранных моделей. Хотя эта модель не так популярна для решения сложных задач и написания сложных программ, но на самом деле она является самой безопасной среди всех выбранных моделей, например, если человек хочет, или если бизнес или компания хочет использовать для задачи, где надо с людьми говорить, то Palm в этом случае лучше всех. Эти результаты подчеркивают важность оценки моделей не только на основе их способностей решать задач, но и их безопасность и этичности. Palm демонстрирует, что возможно достичь высокого уровня безопасности при сохранении полезности модели для различных приложений. Ну и тут несколько причин, почему нам нужен не только evaluation dataset и нужен и еще training dataset, потому что evaluation dataset только чтобы узнать хорошо ли обучилась модель на наш собственно training dataset. Но в training dataset надо всегда обновлять наш training dataset, чтобы включились такие безопасные, такие опасные, скажем так, опасные backdoors, attacks, которые использует hacker в последнее время, или даже prompt injection, или даже jailbreak. В основном наше исследование подчеркивает критическую важность этической оценки и развитие больших языковых моделей LLMs с помощью специализированного dataset. сравнения моделей, такие как GBT, Palm, Gemini. Мы не только оценили их технические способности, но и их безопасность и собственные этические стандарты. на этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. У меня есть вопрос. Я из вашего доклада не понял, где ваши результаты, в чем вообще ваш результат состоит. Мой результат делится на два этапа. Первый этап — это был большой датасет с более, скажем так, 10 000 там-промптов. Мы взяли только большие тысячи промптов и сделали аннотацию, потому что был без аннотации и адектировали датасет. Потом сделали вот именно эти болтера взяли без адектирования и при этом видели, что результат на наш датасет при адектировании вышел выше, чем получилось у авторов основного датасета. Так, и какой из этого вывод можно сделать? Можно сделать то, что наш датасет не только оценивает, например, не только оценивает эффективность моделей, но и их этические способности. То есть, ПАЛМ, например, тут он лучше всех через Accuracy, Persexual, Recall, F1 Score, но на самом деле, если смотря на основные результаты ПАЛМ, то он является хуже всех при решении сложных задач. Хорошо, спасибо. Может быть, у кого-то еще есть вопросы? Да, можно, пожалуйста. Я хотела немножко уточнить по поводу того, как вы оценивали результат поведения модели после того, как, я так поняла, дообучили ее на этическом датасете. Вы оценивали по всему этическому датасету китайских ученых или только по тем полтора тысячам, которые вы сами выбрали? И на чем оценивали вот другие компании? Как здесь написано, что другие компании оценивали, они оценивали тоже, наверное, на всем китайском датасете или только вот на вашей лучшей отобранной части? Ну, наверное, нет, но вот хотелось это прояснить. Хороший вопрос. Да, спасибо. Вот компании, на самом деле, оценивают на эти датасеты. Сейчас покажу. Компании оценивают на эти датасеты. Например, софтвер инжиниринг менш — это чтобы модели смогли решать сложные задачи. Human evaluation — чтобы, например, модели смогли ответить на вопросы людей на нескольких языков. А на самом деле большинство датасетов не содержит, например, ключевые области, которые наш датасет сделает фокус на них. Например, оскорбительность. Например, если человек сделает оскорбление, то, например, пальм в большинство случаев он может это понять, то, что это оскорбление. А, например, JGBT был хуже всех. Если человек спросит, например, перепиши это слово, и там в тексте есть оскорбление, то JGBT не поймет и напишет оскорбление. Вот компании в основном делают на этих датасетах, а при evaluation на наш датасет, то получились результаты хуже, чем у компании. То есть это показывает то, что компании должны разрабатывать и содержать такой датасет либо в training, либо в evaluation, и потом сделать fine tuning. Поняла, спасибо. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда переходить к следующему докладу. Это Владислав Кирячок. Разработка ML подхода идентификации аномалий по логам компьютерных систем с помощью методов обработки естественного языка. Пожалуйста. Спасибо. Сейчас я продемонстрирую. Видно ли презентацию? Видно. Спасибо. Тему уже назвали. Приступим сразу к проблематике. Теперь поговорим, почему возникла вообще такая задача и в чем важность ее решения и перспектива. Как известно, вся информация о работе большинства компьютерных систем, таких как базы данных, различные суперкомпьютеры, операционные системы, программные продукты, вся информация о их работе вносится в специальные текстовые файлы, логи, причем в огромных объемах. Зачастую это могут быть миллионы и даже миллиарды строк. В данных компьютерных системах нередко случаются аномалии. И это то есть выделяющиеся события с редкими или не встречающимися ранее характеристиками. Эти аномалии могут приводить к отказу работы всей системы в целом, если не обращать на них внимание. Таким образом, возникла идея построить систему диагностики и детекции аномалий почти как подобно тем, которые используются при мониторинге работы оборудования на заводах. То есть, есть нормальный период функционирования системы, модель обучается на этих данных, затем рассчитываются меры непохожести уже для новых данных. В основе разрабатываемого подхода детекции аномалий лежат методы обучения с частичным привлечением учителя, что позволяет обойтись без тщательной разметки данных. При этом важно не только определять аномальность логов, но и подсвечивать определенные события с наибольшим вкладом. Есть также и сложности, связанные с тем, что логи – это быстроменяющиеся данные и довольно сложно оплатить все нормальные состояния при разметке тренировочных данных. Для этого необходимо применять припроцессор, который справится с быстроменяющейся информацией, такой как даты, айпишники, имена кэшей, временных файлов. И если речь идет о базе данных, то это SQL запросы. В итоге получившееся решение состоит из четырех частей. Это припроцессор, векторизатор, модель оценки и интерпретатор. Вкратце поговорим про каждую из этих частей. Итак, припроцессор. Поскольку, в отличие от естественного языка, лог – это жестко структурированный текст, где порядок слов и знаков припинания жестко задан шаблонами конкретных типов сообщений, для припроцессора используется анализатор на основе семантического графа, как предпоказано на слайде. Сообщение лога сохраняется в памяти в виде графа, где каждое слово является узлом, а, возможно, следующие слова – это ветви из этого узла. Узлы с большим количеством ветвей помечаются как волатильные, и их значения удаляются из логов. Таким образом, точнее, не просто удаляются, а заменяются на спецслово. Таким образом, часто меняющая информация удаляется из данных. На слайде показан пример, где волатильное время заменяется на спецтокен, который содержит также минимальное и максимальное значение в этом токене. То есть это сделано для того, чтобы сохранялся смысл этого слова, и мы могли понять, что там стояло изначально. Внизу слайда показан обработанный фрагмент из логов базы данных Vertica уже после припроцессора. Для векторизации полученных после припроцессора логов использовалась модель FastText с заданной размерностью векторов равных 100. Выбор пал именно на эту модель, так как ее относительно просто обучить. При этом, благодаря использованию subword модели не встречающимися ранее словам, будут подобраны вектора, а в логах велик шанс, что появится какое-то новое слово. Поэтому нам очень важно, чтобы у каждого слова был вектор. Поэтому модели типа глав и word2vec были изначально прототипированы, но отброшены. После векторизации слов составляющих логи происходит усреднение векторов по минутным интервалам. В среднем это несколько тысяч логов. Выбранные параметры, они не окончательные, но еще стоит исследовать оптимальный набор параметров. Помимо FastText также используется модель tf-id. в качестве весовых коэффициентов для токенов. tf-id показывает важность токена в контексте минутного интервала логов, являющегося частью корпуса всех логов обучающего набора. Таким образом, часто встречающиеся слова будут иметь низкую важность, так же как слова, совсем редко появляющиеся в контексте всего корпуса логов. Та же самая схема делалась и для целых событий. То есть после припроцессора сообщение логов превращается в некоторые паттерны. И этим паттернам также можно давать веса. Вот показан пример на этом слайде векторизации одного сообщения лога. Как ранее я говорил, слова преобразуются в вектора, затем они взвешиваются на их значение tf-id, а потом усредняется и мы получаем вектор для одного события. Затем вектора логов уже усредняются для минутного интервала, взвешивая их на их значение tf-id для целых событий. В приведенной формуле также указаны еще дополнительные весовые коэффициенты. Их можно задавать вручную, например, по значению, если мы хотим, например, как-то приоритизировать какие-либо сообщения, какие-либо типы сообщений. Или, например, если мы хотим повысить или понизить вес конкретных сообщений. То есть это также можно в системе задавать. Таким образом, если какое-то сообщение, которое нас не интересует, но оно имеет большой вклад в итоговые параметры расчетные, его можно таким образом отключить, что очень удобно. После того, как все минутные интервалы как в обучающем, так и в тестовых датасетах преобразованы в стомерное векторное пространство, можно приступить к задаче обнаружения аномалий. Было прототипировано несколько подходов, показанных на слайде. Помимо классических подходов Outlier Detection, таких как OneClass SVM, Isolation Forest, Local Outlier Factor, применялся также и метод K ближайших соседей, как самый простой. Но, тем не менее, он показал себя ничем не хуже, чем более сложные модели. И, в принципе, он отличается также более простой интерпретируемостью результатов и большей скоростью расчета. То есть быстрой скоростью расчета. После того, как найдены аномальные по сравнению с обучающим датасетом интервалы, необходимо определить события в логах, которые нанесли наибольший вклад в эту аномальность. Для этого можно разложить получившийся вектор для минутного интервала на сумму векторов событий, нормировать на длину общего вектора и получить вклад каждого события. Так как обработанные логи представляют собой паттерны, в которых все слова частотные заменены на спецтокены, важности отдельных логов суммируются в важности паттернов логов. На этом слайде показан пример получившейся таблицы важности логов для одного из минутного интервала тестового периода. И здесь можно увидеть по таблице, что в этом периоде наибольший вклад внес первый паттерн нулевой позиции. Его важность составила практически единица, 0,999 после округления. И количество таких паттернов 706, что составляет 6,3% от всего числа логов в этом периоде. Ну, можно сделать вывод, что всего в этом периоде было 11 тысяч логов. И после констации с специалистами, инженерами, они сказали, что да, вот это сообщение, оно как бы является аномальным. То есть событие само, оно как является аномальным. Здесь уже показана аномальность всего тестового периода. Березовая линия показывает дистанцию до заданного числа ближайших соседей из тренировочных данных с заданной минутной дискретизацией. Горизонтальная красная линия является минимальным уровнем аномальности, который оценивается по тренировочным данным. Состояние ниже этого уровня система оценивает, система распознает как нормальное, а выше сигнализирует об отклонении. Причем, если отклонение длительное, об этом сигнализируется также дополнительным условием. Это ярко-красные точки уже. И на графике выделяется период, достаточно длинный период длительных отклонений с середины дня 28 октября по середину дня 30 октября. Нам известно, что в этот период, в середине дня 30 октября, произошел отказ с базы данных, что также сигнализируется по графику количества фатальных ошибок за анализируемый период. Но также интересен, самый большой интерес здесь в том, что за два дня до отказа уже система находится в аномальной зоне. И об этом также сигналит. Если бы применялась эта система на практике, то специалисты, скорее всего, увидели эту аномальность заранее и могли бы предпринять какие-то действия. А именно вычислили бы сообщения, которые приводят к аномальности, и могли бы предпринять какие-то действия. То есть заблокировать пользователя или вообще отключить какой-то процесс и так далее. На данном графике показано влияние TF-ADF для паттернов логов на уровень аномальности. То есть, как видно, здесь тот же самый период, но график уже совсем другой. Здесь также выделяется зона, в которой наибольшее число обычных ошибок, не фатальных. Данные об этих ошибках никак не используются при обучении, но тем не менее наблюдаются некоторые корреляции. Помимо того, что аномальный период также остался аномальным. То есть, применение TF-ADF для логов, то есть, взвешивание на TF-ADF для логов, оно благоприятно влияет и позволяет подсвечивать также дополнительно другие зоны, на которые стоит обратить внимание. И последнее, что я расскажу сегодня, это будет сопоставление подходов также на тестовом переводе. Как видно по всем графикам, все модели справились хорошо, они выделили аномальный двухдневный период перед отказом, но при этом видим разную частоту и дисперсию моделей. И при этом метод КА ближайших соседей, как самый простой, самый интерпретируемый, он справился не хуже остальных, и поэтому было решено оставить его как основной. Сейчас происходит, модель активно также, работа над моделью продолжает развиваться, сейчас следует второй аномальный период. Мы попробовали удалить SQL-запросы, посмотрели влияние качества модели на это. Также самая большая проблема является разметка датасетов, потому что без разметки не получится посчитать метрики. И над этим сейчас пока идет работа. Спасибо за внимание, я готов слышать ваши вопросы. Большое спасибо, коллеги. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Так, вопросов я не слышу. В таком случае вы рассказывали про КА ближайших соседей, что он достаточно хорошо работает. А вы не могли бы пояснить, какую метрику использовали, сколько там ближайших соседей, и самое главное, какая версия ближайших соседей? Там есть версия, когда, например, несколько ближайших соседей имеют равный голос, и каких соседей больше, то такую метку мы и присваиваем. А есть вариация, где больший вес имеет более близкая точка, то есть один ближайший сосед может перетянуть, так скажем, вот какая у вас была вариация? Значит, попробовали разные метрики. Самая простая эвклидова метрика, она и показана на слайдах. Также попробовали косинусное расстояние, но оно сработало хуже. И также метрика Махлана-Нобиса. Также результаты не сильно отличались от эвклидовой метрики, поэтому было решено ставить ее. Количество ближайших соседей было равно 7. На самом деле значение не сильно влияет на результат. Насчет дополнительного взвешивания по приоритету, этого не было. Такого эксперта не было сделано, поэтому спасибо за наводку. Попробуем также сделать, посмотреть, как поменяется состояние. Дело в том, что если более близкий сосед имеет больший вес, то в таком случае порой количество ближайших соседей как раз не влияет. Но если у вас сразу почти оно не влияет, может быть, вам это и не нужно. Хорошо, спасибо. Так, может быть, еще вопросы есть? Ага, можно тоже мне задать один небольшой вопросик? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие другие еще методы вы использовали для обнаружения аномалий? Ну, кроме вот линейных вот этих. Потому что, ну, вот как бы известные уже более серьезные такие тяжеловесные методы, например, автоэнкодеры. Да, да, да. Неправильно ли вы их применять? Спасибо за вопрос. Да, автоэнкодеры – это, можно сказать, следующий этап, который хотим проверить. И вот в других работах, в других проектах, где я участвую, уже, по сути, по детекции аномалий в оборудовании, там автоэнкодеры применяем. И там они хорошо себя показывают, да. Здесь пока что не были прототипированы автоэнкодеры, но это буквально следующий шаг. Ну, это прошлый шаг. На самом деле автоэнкодеры – это уже пройденный этап. Существуют, так сказать, методы на кончике пера, я бы так назвал, их диффузионные модели, например. Ну, понятно, ладно. Успехов вам в освоении. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Тогда у нас следующий доклад. Вячеслав Федорищев. Оптимизация обучения и повышение эффективности генерации текста на основе ЛАМа. Пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да. Здравствуйте. Презентация видна, да? Да. Так, добрый день, уважаемая аудитория. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию доклад, посвященный важной и актуальной теме от оптимизации обучения и повышения эффективности генерации текста на основе ЛАМа. Слайд переключился, если что. Актуальность данной работы выражена в контексте современного развития искусственного интеллекта, особенно в области обработки естественного языка, НЛП. Архитектура ЛАМа является частью активного исследования в области нейронных сетей и трансформеров. Работа, посвященная этой архитектуре и процессу обучения, имеет важное значение для понимания ее потенциала и оптимизации в различных задачах. Проблемы, которые мы стремимся решить, это трудоемкость и ресурсоемкость, и также оптимизация. Трудоемкий и ресурсоемкий характер обучения модели и генерация текста с использованием ЛАМа может снизить производительность и ограничить масштабированность в различных приложениях, таких как обработка естественного языка, шутбота и создание контента. Оптимизация также может улучшить генерацию текста на основе ЛАМа и увеличить эффективность обучения и создания текстов. Перед нашей командой мы поставили следующую цель, это изучить архитектуру ЛАМа, выявить проблемы в обучении ЛАМа и найти стратегию повышения эффективности ее обучения. Для этого мы решили следующую задачу. Это мы произвели дообучение ЛАМа, применили методики и алгоритмы до обучения и оценили эффективность примененных методик. Мы разбили работу на нескольких этапах. Это сбор данных, увлечение этого самого набора данных, обучение ЛАМа с применением технологии Лора и Битсенбайс и анализ полученных результатов. Сбор данных, это процесс сбора данных для обучения модель машинного обучения, сбор данных может включать в себя веб-скраппинг, анкетирование, доступные базы данных и интервью. В ходе работы мы столкнулись с рядом проблем и одной из таких стала нехватка обучающей выборки. Мы использовали две техники для расширения обучающих данных, это обратный перевод и замена синонимов. Обратный перевод запрещается в том, что мы сначала переводим на иностранный язык исходный текст и потом обратно переводим в исходный язык, для того, чтобы увеличить набор данных в два раза. Соответственно, от количества иностранных языков это значение увеличивается на один. И замена синонимов мы, путем замены синонимов, иногда контекстных синонимов, обязательно не теряя смысла, мы заменяли синонимы, таким образом получая еще больше набор данных. Мы применяли технологию Лору в обучении, которая представляет собой метод адаптации предварительно обученных моделей к новым задачам или наборам данных. Благодаря этой технологии происходит обучение только небольшого подмножества дополнительных параметров. Эти дополнительные параметры имеют низкий ранг, что означает, что они содержат меньшей информации или имеют меньшую размерность, чем исходные параметры модели. На сайте представлены преимущества и характеристики на использовании без AdMights. Эта библиотека представляет собой легкую оболочку для использования функций CUDA, разработанная с целью уменьшить требуемый объем памяти и повышение производительности модели машинного обучения. Она включает в себя методы квантования и битовые оптимизаторы. На примере, как работает эта библиотека, как вам известно, в нейросети используется в весах значения с плавающей точкой, можно ограничить эти значениями четырьмя, восьмью и так далее цифрами после запятой. Таким образом, объем памяти, необходимый для обучения, сокращается. На данном сайте представлены график процесса обучения LAMA. Мы используем раздутые данные в качестве входных значений. Параметры обучения и архитектуры LAMA служат основой для процесса обучения. Мы определяем параметры обучения сами, что позволяет нам контролировать процесс обучения. Для этого мы поменяем алгоритмы LOR и bits and bytes. А производительная мощность представлена графическим ускорителем Tesla T4. В результате мы получаем дообученные веса нейронной сети, результаты экспериментов, которые будут представлены на следующем слайде. Как видно из таблицы, модель успешно обучается общим концепциям, но испытывает трудности при обучении на конкретных значениях. Это, например, видно вот тут вот. И далее. В первом значении, в первом примере, у нас модель не обучилась вообще, она знала ответ до файн-тюнинга. В следующем примере она правильно определила факультет, на котором она правильно обучилась отвечать на вопросы о факультете. Конкретные значения тяжело даются, потому что, видимо, было недостаточно данных. Ну, просто было недостаточно данных. В предобученной модели она продолжала генерировать текст, при том, что в обучающей выборке у нас было указано, что число департаментов на этом факультете составляет ноль. Но и даже после обучения она не указала верный ответ. Итак, обучение. Архитектура лама, основанная на трансформерах, проявляет высокую эффективность при небольшом количестве параметров. Для улучшения обучения применяются методы, такие как технология лора, битва оптимизатора и фильтрация данных. Хотя модель успешно усваивает общие концепции, она испытывает трудности при обучении на конкретных задачах и именах. Использование обратного перевода расширяет объем обучающей выборки, но не всегда приводит к заметному улучшению качественной модели. Работа подчеркивает важность качественного обучающего набора данных и разнообразных методов для оптимизации процесса обучения. Спасибо. У меня все. Большое спасибо. Есть ли какие-то вопросы? А вот можно, пожалуйста, спросить, а вот все-таки исходная цель была только происследовать архитектуру, ну и вот и всевозможные приемы по ускорению, или какую-то вот цель, в конце концов, внедрить эту модель для каких-то конкретных задач? Например, решить такую задачу, чтобы абитуриенты, которые приходят в университет, могли задать этой нейронной сети вопрос, и она успешно ответила на этот вопрос. Например, на каком-то факультете я могу узнать о том-то, о том-то. Ну вот она должна отвечать, к кому обратиться, в какой факультет обратиться и так далее. Понятно. Ну то есть, в общем, для, скажем так, образовательных целей, да, ну в смысле... Ну да. Понятно, спасибо. Да, спасибо большое. А еще вопросы? Кажется, вопросов больше нет, и мы тогда переходим к следующему докладу. Значит, Евгений Юрьевич Щетинин Так, отклика нету. Так, коллеги, ну кажется, мы пропускаем следующий доклад. Значит, в таком случае... Так, в таком случае... Так, коллеги, у кого-то звук включился. Так, отключили звук. В таком случае, Ив Алла Роландри, определение болезни Алисгеймера по МРТ-снимкам. Да, здесь. Все видно? Да, видно. Алисгеймера по МРТ-снимкам. Так, в таком случае, мы знаем, что глубокое обучение соглашает революцию в меморитетическую среду Ранды, позволяя обнагожевать и поддерживать заблудование. Далее, из Алисгеймера, она и изглазнику ГЭМ во ВУТХАНИ, что углашает методорограмм для меморитетов. В нашем исчезании мы изучаем сочетание МРТ и комплектерного связи для кафрикасии болезней, подчеркивая важность от молоческих растущений, мы стремимся разбудать оголокрытный для явления макеров заблудования. Продолжение следует... Ну, сначала, что такое глубокое обучение? Назвестно на английском дипломе. Глубокое обучение, использование исключения, не полный сетей для решения сложных, но задачку тем, не для чешского изучения, это вычисленное данное. Эта пароль может использоваться для моделирования дня, и есть мировые связи и решения различных затрат, таких как образование обозов и машинные переводы. Глубокые, мировые языки использовались такие области так, как это известно об окна и современного языка. Здесь у нас сероточная мировая сеть. Сероточная мировая сеть – это тип архитектуры мировой сети, которая использует операции светы для обработки данных с решеточной культурой. на примере изображения. Она специально названа для автоматического изучения знаменитых характеристик и данных путем применения цветочных свитков. Вот характеристик, как это видно на слайде, это на первую слой свете, далее слой активации, слой буллинга и последний, на первую слой и последний, на первую слой и последний слой. После анализа разъединения силы знаний данных дел разъединений на обучение, постирование и праворочные наборы была постойная модель на основе свете мировой сети. и ее эффективность будет ассиниваться с точной схемой точности предсказания предсказания ранее в виде МРТ уважения. После того, как предсказания были взяли над тестовой набору данных, на основе получения результатов мы можем оценить эффективных моделей на основе получения результатов. На более часто использование показателей для оценивания моделей классификации являются и в предсказания и в фитнес и точность. Также моя шкафа это патрица 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 я могу использовать для автор осеним модели косу патрица Это написано, которое позволяет найти на составе количества, которые здесь. Соключение. Соключение следует о теме, что данность подсказывает исключение важности и введения признаков возможного образования. Она предлагает всем идеям о том, как решать проблемы по ссылке на детские изображения с помощью методов публикового обучения. Соключение следует. Соключение следует. Соключение следует. Кажется, вопросов нет. В таком случае давайте еще раз проверим наше расписание. Так, у нас был пропущен доклад Егора Волкова. Может быть, он сейчас появился. Кажется, не появился. Так, коллеги, в таком случае у нас еще до официального окончания секции она официально оканчивается в 12.15, а сейчас 11.20. У нас еще и есть какое-то время. Однако все доклады исчерпаны. Я в таком случае предлагаю еще раз поблагодарить всех докладчиков и в принципе можно расходиться. Вот. Единственное, я бы попросил в комнату Лита остаться. Да, мы сейчас... Ну, я тоже всех хотела бы особенно Российский университет Дружбы народов поблагодарить за приглашение выступить на секции. И я думаю, что мы в следующем году сделаем секцию все-таки искусственный интеллект в прикладных задачах, и тогда мы расширим наше все сообщество, которое занимается применением миросетевых подходов или машинного обучения, в широком смысле слова, для решения, ну, как бы, разных совершенно задач. Так что спасибо большое. Еще раз. Да, спасибо вам. Ну, как вы заметили, у нас были доклады, посвященные не только применению искусственного интеллекта в медицине и биологии, потому что нет отдельной секции, которая называлась бы просто искусственный интеллект, поэтому ваше предложение принимается. Угу. Все, тогда. Да, ну, тогда займемся с вами коротко, да, на, там, сейчас на пять минут, вот. Остальных, наверное, отпускаем. Да, всем всего доброго тогда. До свидания. До свидания. До свидания. То есть я с этим уже попробовать. Я подросту тоже. Друзья, вот шутцик, вот почему. Хорошо, смотри, у меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я немножко прокомментирую. Это результат... Я потестила немножко с ЭМ. Соответственно, это результаты на тестовых картинках. На одном изображении и на втором. На втором получше все точками данные с CSS-файла, то есть обозначены. Ну и, соответственно, области цветом по типу клетки мы их обвели. На этом контрастном изображении все нужные клетки он нашел и обвел как нужно. На втором изображении не все нашел. То есть есть вот точки желтые. Это если в презентации тип клетки обозначен как глея. Некоторые он не уловил. Есть много лишних контуров, тоже, которые нужно убрать, но мы над этим работаем. В принципе, лишние контуры, думаю, мы уберем. И хотелось бы потестить на всем датасете. То есть, если можно, да, было бы установить его на вашей стороне, чтобы на всем смотреть, как он отлавливает не только на тестах картинок, но и то, что там есть. А у нас, по-моему, весь датасет размещен, да, Максим? Там же все картинки лежат в директории. Все какие есть? Да, я не знаю, что было. А, Сэм, это вы имеете в виду сегментация, да? Да, да. Сэм, да, ну давайте установим. Конечно же, то есть это вообще не вопрос. А насчет лишних контуров, по-моему, вообще волноваться не нужно. Наша же цель, в конце концов, получить маски. То есть, мы привяжем, ну, предположим, считали точку, да, ЦСВ, да, нашли соответствующий ему контур. И мы вот эту маску, ну, отправили, как бы, вот эти все классы масок, да. То есть, мы будем в маске отправлять только, ну, грубо говоря, опознанные контуру, ну, которым есть проразлежность к точке этому контуру. То есть, поэтому... А нужно, это мы все равно все тогда у нас туда и не попадут, так что ничего тут страшного как бы нету. Ну, хорошо. Коллега, у меня тут маленький комментарий, наверное, есть по поводу контуров. Тут есть такая история, что иногда на одно и то же, на один и тот же объект находятся два контура. Один внутренний, который действительно описывает объект, а второй внешний, который описывает, ну, который как бы описывает и этот объект, и какую-то окружающую территорию. Вот. Бывает так, что правильный контур внутренний, а внешний лишний. Бывает наоборот, когда правильный контур внешний, а внутри еще что-то нашлось. И если размечать по ЦСВ файлу, то будет получаться, что одной точке соответствует два контура. И мы как бы в целом не знаем, какой правильный – внутренний или внешний. Потому что бывает и так, и сяк. Вот, мне кажется, вот про это Настя говорила, что там есть сложное. Лучше тогда чистим руками, и, соответственно, таких же случаев будет, ну, не так много, да. Но, то есть, тогда уже привлекаем, ну, наших коллег-патоморфологов Инну Колесникову, то есть, которая точно скажет, как, чего. Ну, то есть, мы как бы вот сейчас автоматизировали аннотацию, да, я так думаю. Ну, а потом просто, ну, нужно будет пройтись и прочистить все данные, то есть, как бы еще разок, то есть. Ну, а другого выхода нет, потому что мы сами с вами не определим, да. Ну, только такие какие-то явные случаи мы, конечно, определим, да, но неявные, то есть, нужны как раз-то их мнения. Да, конечно, нам нужны профессионалы, а не наши глаза, которые ничего не отличают. Я не могу некоторые отличить друг от друга. Не знаю, что я не могу некоторые, я почти все там не могу отличить, особенно вот этих, которые дистрофические, там какие-то изменения. То есть, ну, в общем, вот так вот. И тогда соберем, ну, по классам, и там у нас был точно дисбаланс по ряду классов, то есть, как бы, и, по-моему, там Инна еще специально там делала доразметку на, соответственно, только плохих изображений, то есть, как бы, можно будет их тоже поискать и все, чего, попросить, как бы, какие-то еще размеченные данные, если у них есть. То есть, вот так вот. Коллеги, тогда, если подытожить, у нас следующий, значит, следующий шаг будет, что мы применим вот этот вот немножко настроенный СЭМ к большему количеству картинок, не хочется говорить ко всему датасету разом, ну, наверное, к половине хотя бы, вот, и, видимо, руками отсечем ненужное. Я правильно понимаю? Ну, да, но там, на самом деле, не так будет много, то есть, как бы, ну, я так думаю, что таких сложных случаев. Просто можно будет потом вывести, как бы, ну, вот, исходную картинку, размеченной по классам, да, и так, просто, чтобы Инна глазами просмотрела, хотя бы сказала неправильно, набранный контур, но тогда мы всегда можем, ну, как бы, его этот подкорректировать там. Ну, да, да. Ну, здорово, значит, смотрите, как мы сделаем, то есть, у нас там стоят на сервере, ну, то есть, в виде переменных окружения, в общем, добавим с Максимом вот этот СЭМ, и, соответственно, как бы, ну, просто когда запустить ядро, будет там отдельная иконка, там, добавить СЭМ, ну, в общем, и все, то есть, тогда оно заработает. Хорошо сделаем, да, то есть. Ну, здорово все, то есть. Причем еще, не знаю, так надо заметить, что это на одинаковой обработке изображений, то есть, не нужно каждое изображение корректировать, то есть, один раз мы его обработали, это изображение, и для одной или другой картинки он, в принципе, выдаёт одинаковые результаты. Ну, да, там, но все равно там придется глазами отсматривать, потому что там некоторые картинки все-таки не очень. Ну, то есть, в общем, они все разного качества, там есть и вот этот вот, и фиолетовый, и вот эти вот желтоватые, то есть, в общем. Так, ну, хорошо, тогда, вроде понятно, да, или еще что-то. Ну, да, то есть, смотрите, потом мы можем, значит, еще раз, значит, по два изображения исходные, ну, и размеченные, да, то есть, как бы, можно даже и не с масками, а с контурами отдать сначала, но потом маски сделаем, ну, чтобы она видела, как это сказать, все ли нормально, да, то есть, можно даже не все сделать, хотя бы с десяточек только сначала, пусть она глянет и скажет, все окей, то есть, тогда и дальше, соответственно, все загрузим. Ну, я когда просматривал датасет, чисто вот визуально глазами, я там выделил для себя, там, 3-4 разных типа. Есть те, которые очень темные, есть те, как похожие вот на то, что здесь, такая она более светлая, более однородная, и есть еще те, у которых в краситель вкраплены такие белые какие-то полоски, которые, скорее всего, при сегментации будут выделяться как объекты, там такие, знаете, эти есть, типа, как будто поцарапано что-то, вот. Но мне кажется, что не обязательно весь датасет, мне кажется, прям буквально несколько картинок, чтобы все типы картинок просто вошли по разной контрастности, так сказать, и мне кажется, этого будет вполне достаточно. Ну, я тоже так думаю, да, то есть, а потом уже посмотрим дальше. Все, тогда договорились, замечательно, слушайте, с вами поставим, то есть, и сделаем. Хорошо. Ну, все, счастливо. После обеда увидимся, да. Всего доброго. А, ну да, да. Все, до встречи. До встречи, да, да, до свидания. Продолжение следует...